Назвали главные задачи на следующий год. Во-первых, это продвижение интернет-сервисов для налогоплательщиков, чтобы каждый мог совершать различные операции через личный кабинет на сайте. Второй важный вопрос касается государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также на общественном совете начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров отчиталась о работе ведомства за последние 9 месяцев. Ирина Богатская отметила, что механизм досудебного урегулирования налоговых споров имеет ряд преимуществ. Во-первых, он более понятен и не требует особых познаний в области юриспруденции. Во-вторых, такой способ менее затратен. Рассмотрение спорной ситуации вышестоящим налоговым органам производится бесплатно, без уплаты госпошлины. Важно, что на решение спора в административном порядке нужно значительно меньше времени. Судебный процесс затягивается обычно на многие месяцы, а иногда и годы. Максимальный срок рассмотрения жалобы налогоплательщика вышестоящим налоговым органам не может превышать двух месяцев. За 9 месяцев нами отделом рассмотрено 320 жалоб, из которых 149 или 47% удовлетворено. По количеству у нас больше 40, в общем-то, все время больше 45%. После нас налогоплательщики, если они не согласны, то есть мы их не удовлетворили жалобы, не поддержали их доводы, идут в суд. И суд порядка, наверное, 40% также удовлетворяются в суде. Озвученные вопросы по итогам совещания включили в план работы на следующий год. Ближайшие 5 месяцев члены общественного совета будут их детально рассматривать. И уже более подробно обсудят на следующем заседании. Оно пройдет в апреле 2015 года. Продолжение следует...